всем привет 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 так ну народ вроде подтягивается потихоньку принципе можно думаю начинать даже как думаешь ты готов да в целом я готов меня нормально слышно да супер все круто тогда можем начать все отлично и так еще раз всем привет давайте начинать для начала я представлюсь меня зовут одиан я из гайдао и гайдао это комьюнити для в 3 разработчиков крипто инвесторов паундеров топовых проектов и самых разных идейных билдеров вместе мы собираемся на стримах обсуждаем актуальные крипто нарративы новости зовем нам о сессии крутых ребят чтобы обсудить различные интересные темы и заручиться контактами все наши видео вы можете посмотреть на нашем youtube канале за анонсами можете следить в нашем telegram канале также большая часть наших лекций и войсов проходит в нашем закрытом сообществе в дискорде сегодня у нас в гостях глеб кривошеев лид аналитик из крипто рэнк еще раз привет для привет одиан привет всем слушателям да и думаю можно уже передать тебе голос расскажи пожалуйста о своем бэграунде как ты пришел к крипту в эту сферу как ты набивал руку получал опыт и знания остальные вопросы вместе с чатом будем задавать тебе уже по ходу беседы напомню что если хотите задать вопрос пишите пожалуйста в чат будем выбирать вопросы да спасибо начну наверное с того что представлюсь чуть более подробно меня зовут глеб и я лид аналитик крипто ранке основная моя работа крипто ранке это я руковожу направлением ресерчей то есть мы составляем крупные ресерчи и аналитику для сайта для наших платформ и так далее и если говорить про то как я начал свой путь крипте то относительно он начался не так давно это был 2021 год это был уже можно сказать середина булрана и я не помню как и когда это было но как у большинства я думаю мое знакомство с криптой началось с регистрации на байнерс однако в отличие от многих я совсем не притрагивался к трейдингу фьючами и тому подобными активностями и я довольно в скором времени как я считаю перешел в ончейн на тот момент популярный блокчейн солана это был наверное первый блокчейн с которым я взаимодействовал вне байнерс нет других сексов но моя пиковая пиковая активность пришлась на avalanche на вторую половину 2021 года тогда была очень популярная был очень популярный нарратив токен сейлов и наверное это был один из ключевых моментов в которых я участвовал то есть мне повезло я вовремя пришел в экосистему avalanche и на одном из токен сейлов тогда начал активно развиваться в этой же экосистеме у меня произошло первое знакомство с дексами с стейкингом с ликвидностью ликвид провиженом и тому подобными операциями вообще хочу отметить что мой бэкграунд финансовый я учился на финансиста я занимался аналитикой по фондовым рынкам и и когда-то давно познакомился с российским фондовым рынком далее понял что американский фондовый рынок намного интереснее там намного больше доступность аналитики и в принципе такое большое количество инструментов что там невозможно заскучать а криптовалюты я долгое время игнорировал и как я уже сказал ранее именно 2021 не помню только по какой причине я начала более активно взаимодействовать с криптой и этот мир оказался намного намного интересней и несмотря на его невысокую относительно фондовых рынков капитализацию намного более широким чем даже американский фондовый рынок и в плане аналитики и в плане активности но в 2021 году как мы можем помнить в декабре или даже ноябре рынок начал резко падать многие я думаю тогда покинули рынок но меня это не остановило я с токен сайлов быстро переключился на разнообразные активности в крипте то есть тогда еще не настолько зашиленные эрдропы и ретро дропы какие-то халявные активности мульти акинг и тому подобное таким образом продолжалось мое знакомство с крипто и мое развитие я видел там много возможностей чем можно позаниматься даже какие-то такие небольшие халтурки ну а позднее я пришел ранг и начал очень глубоко заниматься аналитикой окей интересный пограунд но в целом я тоже на самом деле заходил в 21 году вот вопрос такой ты вот заходил самостоятельно или тебя кто-то анбордил сферу то есть да может знакомые друзья какие-то люди которые тебе звали или тебя свой интерес был и ты начал сам разбираться в этом ну знаешь я заходил вместе с друзьями но мы все заходили на одном уровне мы все интересовались фондовым рынком и для нас наверное на тот момент крипта было чем-то наподобие фондового рынка хотя сейчас мой взгляд что это совершенно нечто другое не копия и не аналог фондового рынка так что да мы заходили с ребятами например на одном и том же уровне понимания что такое в 3 что такое криптовалюта что такое инвестиции в крипту но развивались немножко разными направлениями понял понял а то время еще раз чем ты занимался и какие нарративы тогда оттуда помнишь то есть тогда я помню извини я скажу тогда я помню был нарратив такой да токен сейлов там амбассадорских программ им всяких модераторах ты этим занимался смотри ну основной вот что мне показало большие иксы в крипте это были именно токен сейлы именно токен сейлов вот появились первые такие можно сказать приумножение капитала до параллельно мимо меня проходили амбассадорки мимо меня проходили ноды хотя позднее ближе к концу года или может быть даже там январе следующего года я более активно пытался разобраться в в нодах установки но даже пару каких-то самых простых запускал но так как я все таки не разработчик не сейс админ для меня это немножко сложновато было все это понять тем более во многие хорошие проекты которые были не для ну не в фазе тестнета не с целью получить ретро дроп а с целью получать доходность в текущий момент времени как например солана они были с довольно высоким порогом входа основной мой интерес тогда был наверное в токен сейлах понемножку я самостоятельно изучал на ошибках и на офисе что такое дфай ликвид стейкинг о не ликвид стейкинг ликвидите провижен да то есть созданием пар на дэксах и так далее окей окей ну про бэкграунд мы поговорили думаю ребята и слушатели поняли что ты за человек и как пришел крипту спасибо что поделился давай поговорим про нынешнее состояние крипты и как ты думаешь много ли сейчас в 3 лейны билдеров насколько продукты и стартапы в крипте сейчас несут какую-то реальную ценность людям и вообще какой твой взгляд на тот цикл в котором крита находится сейчас да хороший вопрос и у меня здесь будет такой ответ в двух параллелях первое я хочу сказать что очень уважаю билдеров в веб-три и во многом именно за то насколько качественно они подходят к созданию продукта и здесь речь идет и про ui ux мы видим очень красивый интерфейс мы видим очень удобный интерфейс несмотря на всю сложность крипты и и о том сколько инновации они привносят именно в мир веб-три и здесь хочется прям сравнить с сервисами для аналитики традиционных финансовых рынков да все таки я как аналитик наверное больше всего пользуюсь аналитическими сервисами и здесь для меня прям небо и земля насколько удобный насколько современный и насколько много информации предлагают современные аналитические сервисы в крипте в сравнении с теми же самыми популярными веб-сайтами и приложениями в традиционных финансах и я говорю не только там про российский рынок я говорю в принципе про любой глобальный фондовый рынок даже если пользоваться самыми продвинутыми инструментами типа bloomberg терминала и тому подобное сравнение веб-три аналитика она конечно на очень более высоком уровне но к сожалению пока что мир веб-три закрыт можно так выразиться от внешнего мира и для большинства населения крипта не играет никакой роли так что сложно сказать привносит ли веб-три билдеры какую-то реальную ценность в реальный мир потому что и крипта остается относительно небольшим рынком по объему и сами приложения имеют очень узкую направленность даже если мы говорим про какие-нибудь современные платежки которые используют блокчейн как основу своих сервисов все равно большинству пользователей будет удобнее оплатить что-либо карточкой поэтому да пока что все эти разработки они создаются сугубо для криптонов окей спасибо за ответ тут вопрос из чата интересуется в какой области ты аналитика и что ты анализируешь хороший очень вопрос в целом чтобы познакомиться подробнее с нашей работой вы можете посмотреть наши социальные сети и наш веб-сайт на котором мы публикуем большие статьи отчеты мы анализируем крипто рынок именно с точки зрения перформанса с точки зрения он чейн данных и в целом как бы смотрим на состояние рынка текущая это наша основная задача также мы ищем тренды и пытаемся в них разобраться самыми первыми супер ну тут фоллоу-ап вопрос у меня возникает поводу инфополей ты говорил про тренды инфополе это супер важная вещь которым который мы часто говорим на наших сессиях особенно когда ты находишься в крипте вот поделись пожалуйста как ты формируешь и формировал свое инфополе и как фильтруешь информацию целом в первую очередь для себя лично также интересно было послушать про опыт работы с формации для крипто ранка вот это об этом об этом потом поговорим уже да да в крипте есть такая проблема это избыток информации особенно эта проблема чувствуется в телеге и в твиттере когда информация из одного канала постоянно репостится в другой 3 4 5 в итоге получается так что в принципе многие каналы наполнены одним и тем же я сейчас говорю именно про аналитическую информацию которая вот по текущему состоянию рынка что здесь стоит делать и что делал я для того чтобы выбрать какие-то самые лучшие источники это фильтрация каналов во первых нужно определить что именно вам интересно потому что если вам интересны токен сейлы вы должны следить за одними каналами инфлюенсерами если вам интересны интересен трейдинг то это уже совершенно другой набор каналов и второй момент когда вы уже определились сферы которые вам интересны я бы посоветовал посмотреть возможно всех кого вы сможете найти найти и найти именно тех чья сильно честь стиль написания или если мы говорим про youtube чья речь вам наиболее подходит чести вам легко улавливать где информация достаточно хорошо разжевана и вам легко и воспринять я здесь придерживаюсь такого принципа большая книга это не всегда хорошая книга а быть часто очень в больших книгах с классами авторы можно найти очень много воды и какой-нибудь автор который хочет донести суть сделать может это в четыре раза меньше соответственно чтение у вас займет намного меньше поэтому мне кажется не всегда размер аудитории более нового канала информационного говорит о его качестве и если говорить об инфополях мне вот кажется хорошим советом будет обратить внимание на что-то кроме телеграма и твиттера а именно youtube и самые разнообразные лонгриды которые публикуются на сайтах проект аналитических сервисов таких как у нас или на сайтах типа миррор тому подобного мне кажется это очень недооцененные источники информации где можно найти много много всего нового окей спасибо большое за ответ вопрос из чата по каким параметрам вы определяете состояние рынка и на какие метрики стоит обращать внимание если говорить по приоритету то конечно самый понятный параметр показатель я бы назвал его это тотал маркет кап рынка и цена биткоина они прям хорошо говорят о текущем настроении и только на основе их динамики за какой-либо период можно понять какие изменения проходят однако стоит смотреть шире нужно смотреть на количество активных юзеров он чей на твит тоже это очень показатель он может дать какой-то инсайт в том что на самом деле происходит крипте например твили очень часто многие смотрят только как измерение показатель в долларах мне кажется что стоит иногда и посмотреть на показатель в монетах если мы говорим скажем про эфириум то в их насколько сильно изменилось количество застейканных монет за период и это покажет действительно если какой-то прогресс дфай или дфай просто следует общему тренду и происходит переоценка твили за счет чего он растет ну я имею ввиду за счет роста эфира существует много показателей как-то по которым можно посмотреть состояние отдельного сегмента и ими и кажется что здесь под каждый сегмент стоит подбирать свой показатель например в геймфай на мой взгляд очень важно смотреть на количество активных юзеров и в nfc вероятно более важным будет объем торгов на рынках окей к вопросам следующем из чата вернемся мы позже ребят пока что предлагаю поговорить много про дропы буквально думаю немного времени этому уделим спасибо еще раз за ответ вот вопрос такой у меня в общем все сейчас как обычно говорят про большую кроицу проектов там старкнет да это ziki sync и layer zero первый уже вроде и второй как бы обрубнули дропы и все их ждут какую ставку делаешь вообще на эти проекты участвуешь ли ты сам про дропах сейчас будущий аналитиком вот и за кем ты следишь да я скажу я начну отвечать с конца на этот вопрос лично мне не очень нравится эта активность я почти не касаюсь ретро дропов я упоминал самом начале что в какой-то момент я этим занимался ну тогда еще не было на горизонте настолько популярность настолько высокой популярности стартнета ларзира и прочь потому что они начались я думаю в основном после дропа арбитрум а я тогда занимался самыми разнообразными активностями но сейчас я стараюсь их не касаться по той причине что это очень трудоемкая активность которая занимает очень много сил и я не считаю что она настолько выгодная потому что это краткосрочная игра то есть дроп произойдет я получу награду если я получу ее и что дальше дальше мне придется все делать сначала я стараюсь смотреть долгосрочно и заниматься той активностью которая приносит приносить пользу будет в долгосрочном периоде если говорить про то какую ставку я делаю на вот эти проекты то мне кажется здесь еще не однозначен успех дропов стартнета и закосинка про ларзира сложно что-то говорить потому что это очень большой проект он уже очень дорого оценен и раз дроп будет раз в твиттере дали очень жирный намек на это то скорее всего дроп будет большим в общем разъем объеме но там ведь такое количество пользователей ведь я уверен любой почти каждый кто сделал хотя бы коснулся хотя бы 10 приложений он чем тот так или иначе взаимодействовал с ларзира потому что даже когда они взаимодействовал с приложениями на avalanche еще в 2021 году не зная не вникая в то что такое ларзира оказывается и тогда у меня были операции которые проходили через через него что касается стартнета и закосинка здесь мне кажется хорошо провести сравнение с арбитрумом или с оптимизмом арбитрум моменту дропа уже имел очень хорошую аудиторию они уже набили себе популярность и там было много пользователей который которые торговали на gmx это децентрализованный перпечатал dx просто потому что им нравилось просто потому что это был на тот момент самый лучший аналог divide x на стартнете и закосинки я пока не вижу такой тенденции чтобы пользователи действительно занимались какой-то активностью там потому что им это нравится им это приносит какую-либо другую выгоду если посмотреть на данные я конечно не заглядывал последний раз примерно месяц назад но на закосинке график числа ежедневных или еженедельных активных юзеров которые считаются по кошелькам выглядит очень подозрительно потому что это столбики примерно одинакового высоты этот график держится в одном диапазоне и совсем незначительно падает из неделю на стартнете же ситуация немножко другая там на данный момент совсем мне кажется невысокая активность вне дроп хантеров потому что это обеспечен показатель это низкий твл и в принципе это недавно времени сеть была не не производительной так что у меня есть сомнения насчет того насколько успешными станут эти дропы они однозначно будут крупными и я думаю у многих пользователей есть шанс получить его но будут ли эти проекты успешными в долгосрочной перспективе пока что это вопрос спасибо за ответ а вот нарратив данных ретро дропов которые мы сейчас видим насколько он долго продержится как ты думаешь и стал ли он уже таким базовым для проектов которые хотят успешно запускаться как думаешь судя по последним дропом когда уже и небольшие проекты относительно небольшие типа джи коллапс проводят дропы юзеру получают весьма хорошее вознаграждение он может продержаться довольно долго но здесь встает вопрос о том что крипта двигается все таки в более такую документированную официальное направление где во многих странах пользователи уже должны отчитываться о своих доходах и конечно отчитаться от доходах с дропа это двоякая история потому что для кого-то это не станет проблемой кто-то сможет сокрыть эти доходы для кого-то это станет дополнением доходом и не составит никаких проблем для отчета для кого-то это будет совершенно нежелательный момент тоже чтобы эта доходность была где-то опубликована потому что как всегда это лишние заморочек с налоговыми для самих проектов дропы на данный момент очень выгодны потому что помимо популярности проекты ведь некоторые получают комиссии блокчейны например они же зарабатывают на всех дроп хантера которые крутят весьма высокие объемы при том регулярно и очень очень долго они зарабатывают какие-то деньги на этом и этот доход может быть замещением какого-либо небольшого такого токен села или другой активности плюс стоит помнить что любой крипто проект это все-таки своего рода бизнес это что-то коммерческое и если там есть бэкеры то или или их нет и фула и проект собирается привлечь каких-то инвесторов ему будет крайне важно показать что вот смотрите у нас хорошая очень активность постоянно держится на одном уровне и или мы даже растем в плане активности я думаю в следующем году мы все еще будем видеть популярность ретро дропов но дальше начиная там с 2025 когда крипте скорее всего будут уже происходить какие-то пост bull run изменения конечно если мы увидим bull run следующем году дальше это я думаю может сойти на нет целом согласен особенно сейчас у проектов такая тенденция они выпускают очень много разных квестов социальных какие-то взаимодействий и как будто бы выдаивают активности с пользователей как думаешь это так да мне кажется так есть ведь всем выгодно если мы юзеры будем крутить транзакции в блокчейне чтобы заработать себе какие-то очки транзакции будем кручить крутить в каких-либо приложениях и чем больше этих приложений тем в принципе то и больше денег заработают все проекты юзеры ожидают что они тоже заработают деньги я надеюсь что так и будет что это будет своего рода взаимовыгодное сотрудничество но я не думаю что это продлится очень долго как я и сказал все таки в крипто крипто такая непостоянная вещь и постоянно приходит замена одному нарративу другим и ну с другой стороны для пользователей которые крутят аккаунты это прогрев кошельков то есть как бы кошелек становится репутацию кошелька становится лучше но это для каких-то будущих активности все равно плюсик окей давай перейдем к следующему вопросу тоже возможно касается он этих дропов у нас сейчас довольно часто говорят о важности знания кода разработки до программирования так как многие пользуются софтами или хотят использовать эти софты для своих там ферм до врата дропах или автоматизация каких-то своих задач в той же пространстве рутинных и было вообще неплохо на самом деле понимать что ты покупаешь если это покупной какой-то софт а еще лучше написать свой вот по твоему мнению какие знания сейчас на рынке на вес золота и кроме знания кода знание кода это конечно очень хорошие знания и безусловно самому очень хотелось побольше окунуться со временем в эту историю и возможно пробовать создавать что-либо в первую очередь для своего пользования для каких-то своих целей но я считаю что знание номер один на рынке это чувство тренда я подразумеваю здесь способность предсказывать какой-либо тренд потому что все таки это более широкого направления знания и его можно применить в совершенно разных условиях это может быть как создание аналитики это может быть трейдинг это может быть то же самое участие в ретро дропах и вот пример недавнего недавних событий это аирдроп джита и популярность соланы чувствовать тренд что солана станет популярной это могло бы принести самых разных направлениях весьма хорошую доходность начиная с того что гэмблинг на цене токена сол или то же самое участие в проектах потому что за последний год там как мы видим запустилось много перспективных проектах это юпитер эксчендж в том числе который тоже проведет эрдроп поэтому как я и сказал для меня чувство тренда это номер один знание в принципе не только в крипте но и в жизни окей круто а как подскажи как прокачивать такой скилл именно форкастинга в крипте может быть книги какие то есть можешь назвать будет полезно либо канала кит на ю тубе или аккаунт в твиттере кого можно почитать по данной теме или только на опыте приобретается на своих шишках я считаю что здесь все таки первостепенно это именно опыт и насмотренность каждый раз когда я смотрю какую-либо информацию я стараюсь не просто поглощать я стараюсь проанализировать а почему этот человек скажем так считает или почему произошло это событие именно это создает вот тот ценный опыт который помогает какие-то движения предсказывать то же самое сравнение она проведение аналогии между тем что было ранее и тем что может произойти в ближайшем будущем это тоже своего рода развивает вот этот опыт форкастинга к сожалению я не могу сейчас привести никаких ресурсов на эту тему где можно подчеркнуть какие-то знания но вот такой совет то есть получать информацию и здесь же на месте и анализировать чтобы впоследствии применять это наверное самое самое важное что можно делать когда речь говорит идет о предсказании трендов о том как научиться предсказывать тренды окей а вот общее знание как можно бустить и осведомленность то есть solar research какой-то или нужно стараться находиться каких-то закрытых сообществах чатах приват когда и там уже поглощать информацию что думаешь по этому поводу да мне очень нравится этот вопрос потому что он как бы коррелирует с моим опытом ведь когда я начинал крипте я стоял там сообществе по фондовому рынку где я с друзьями очень много обсуждали всяких самых разных вопросов а потом поочередно и в разные тематики мы начали переходить в крипту и здесь можно говорить и о фондовом рынке крипте одинаково то есть эта комбинация ресерча и общение с людьми во время соло ресерча вы получаете вы получаете какие-то знания представления вы лучше изучаете инструменты которыми вы пользуетесь во время ресерча затем вы можете с этим ресерчем прийти в какой-нибудь комьюнити это не обязательно должно быть закрытой комьюнити главное чтобы это было качественно комьюнити а не каким-то трэшовым можете прийти с этим ресерчем вы можете прийти со своей идеей обсудить ее с людьми там тем самым расширить свой горизонт то есть во время соло ресерча вы горизонт свой углубляете вы углубляете представление свое о каком-то концепте потом во время общения с комьюнити вы его расширяете тем самым происходит рост экспоненциальный в объеме я считаю что именно вот такая комбинация и какие-то коллаборации с людьми то есть совместное участие в создании чего-либо это самое самое классное что можно делать чтобы бустить осведомленность что касается соло ресерча какие бы ты советы дал ребятам нашим слушателям как можно в этом прокачаться то есть нужно может быть какие-то ресурсы укажешь смотри для начала я бы посоветовал изучить ресерчи те которые нравятся именно вам на ту тему которую которую которая нравится именно вам какие-нибудь самые классные самые интересные серчим индустрии посмотреть какие ресурсы они используют потому что например вам интересен трейдинг там совершенно другие ресурсы вам интересно очень аналитика к счастью в крипте очень много качественных сервисов с ончейн аналитикой и тогда вы идете на эти сервисы изучаете их смотрите какие показатели там есть и вот тут вот сложный момент я думаю что просто у меня уже на вид глаз на то чтобы проводить какие-то сравнение быстрые без выписывания без сопоставления графиков но это то чем наверное стоит заниматься для соло ресерча это проводить какие-то сравнения находить какие-то параллели между теми или иными показателями вы можете также попробовать самостоятельно делать ресерч и я думаю в этом процессе хорошей частью его будет создавать готовый продукт то есть готовая ресерчерская статья потому что так будет легче вам найти вне ошибки так будет если они там есть конечно или воспользоваться ей да и когда вы покажете его кому-нибудь еще человек другому будет проще дать фидбэк если это будет готовый материал созданный по всем правилам оформления то есть где есть и выводы где очевидные выводы и где есть качественное содержание если говорить про сервисы которые позволяют делать ресерч что их действительно много и конечно не могу не упомянуть здесь наш сайт cryptorank.io и множество других начиная с дфай лэмы для анализа дфай там не только tvl там много всего другого мне очень нравится последнее время использовать артемис они по моему артемис.xyz они очень красиво представляют ончейн графику и конечно если вы разбираетесь в анализе данных то здесь нельзя не упомянуть сайты по типу dune.com или footprint analytics где вы сами можете писать запросы в разные блокчейны и получать те данные которые вам нужны а потом и удобно составлять визуализацию для них окей у нас либо за ответ у нас тут по теме как раз вопросы есть из чата тут спрашивают можно ли какой-то праймер по прогнозированию и по каким наводкам наблюдения можно было за предиктить камбэк соланы который даже для команды стал неожиданностью касательно второго момента про сал плану тут разные факторы во первых то что незадолго до начала роста солана или в самом начале роста появилась новость про то что ftx будет распродавать активы и у них в активах вроде бы там много солана лежит и всяких других мусорных токенов но солана это наверное самый ценный который там есть так вот проблема в том что многие недостаточно погрузились в этот момент и это вызвало кратковременную панику на рынке на самом-то деле оказалось так что салану ftx заложено реально надолго поэтому это я думаю и стала одним из триггеров из ранних триггеров роста соланы а также я думаю здесь стоило бы посмотреть я думаю я сам не изучал но активность девелоперов потому что в какой-то момент начали видеть рост застейканных и соланы на джито я сам помню проводил вот эту аналитику по ликвид стейкингу на разных блокчейнах и как раз там среди лидеров был были солана и тон эфир конечно он безусловный лидер в ликвид стейкинге но у эфира есть такая проблема что он очень большой и в процентах там рост относительно невысокий так вот рост очень активности в салоне салоне плюс то что ftx не даст там какой-то существенной просадки посол они в результате продажи активов я думаю это вместе с я подозреваю что там был рост активность разработчиков стал одним из триггеров того чтобы солан начало расти окей спасибо за ответ я думаю ты ответил на вопрос а тут еще один вопрос я возьму из чата вот когда avalanche флипнет солану потевел и флипнет ли вообще и следующий мой вопрос до гонку на что ты сам делаешь ставку в грядущем буране так ну я давайте сначала разберемся с avalanche и соланой мне кажется что нет avalanche не сможет флипнуть солану потевель в данном нарративе потому что шум вокруг avalanche в первую очередь связан с геймфай геймфай это относительно такая узкая категория которая популярна только на бычьих рынках если мы вспомним 2022 и 2023 по наверное сентябрь или август в общем первую половину то геймфай совсем никого не интересовал особенно сильно это было заметно в 2022 когда после того как отгремел степ со своими кроссовками никакого громкого проекта там больше не выходило и активность даже самых топовых проектах она постепенно снижалась 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 конечно разработчики много билделей и делали более качественные игры и но я не думаю что это как-то поменяло сам геймфай как то как модель а солана в свою очередь это нарратив на солане он более широкий чем просто геймфай то есть на данный момент еще не было каких-то громких игр на солане но там есть липид стейкинг что является довольно крупным нарративом данный момент там тоже дешевые быстрые транзакции плюс мы слышали разные новости о том что солану хотят интегрировать в в как так сказать платежные системы и что-то связано с реальным миром конечно у аваланчи тоже партнерство происходит но крипто твиттер пока что настроен так а крипто твиттер это такой сильный драйвер популярности движения проектов и блокчейнов на аваланчи это игры солана это что-то более широкое это и nfc которые не только игровые а в том числе pfp и тому подобное и дексы и ликвид стейкинг даже одна один из популярных проектов роллбит он ведь тоже своего рода относился к солане так как токен там выпущен был двух сетях я думаю даже сам вот роллбит довольно крупную ну не крупную но не какую-то роль сыграл в оживлении блокчейна в начале этого года был еще второй вопрос напомни пожалуйста да я я спрашивал про какую на что ты делаешь ставку в грядущем уране да спасибо за то что напомнил я не буду напоминать ой не буду пытаться назвать конкретные проекты потому что по моему это будет не совсем профессионально даже и сфокусируясь на нарративах на мой взгляд именно в момент был рана как и в прошлом прошлый раз 2021 как и до этого это должны быть простые проекты понятные норме сам то есть людям извне крипты ранее это были nfc а сейчас скорее всего мы увидим более продвинутый геймфай потому что геймфай все-таки может за он бордить очень большое число юзеров он понятен он имеет в себе элемент энтертеймента и грамотные разработчики игр я думаю многие согласятся умеют делать продукты которым очень легко удерживать пользователя если смотреть чуть глубже куда уже будут интегрироваться больше криптоны нежели те кто первый раз приходит в веб-3 то там будет очень популярным я думаю rwa reward assets но при том условии что высокие ставки в сша и других странах будут сохраняться высокие ставки это признак хорошей доходности при том что эфир дает четыре процента некоторые краткосрочные банды могут дать там пять процентов долларов до сейчас эфир растет последний месяц эфир растет и четыре процента в эфире это как бы получается больше за этот месяц но доходность в долларах все-таки важна это какая-то стабильность и вот эти rwa проекты они могут стать крупным нарративом среди криптонов если доходность крипте не будет зашкаливать чуть дальше если идти это мне кажется себя могут хорошо показывать эту блокчейны и приложение которое генерирует кэш-флоу и что касается аккаунт-абстракшн то есть ну вот виталик бутерин уже планирует включить аккаунт-абстракшн грядущем хардворке эфириума и когда по твоему вот именно этот нарратив с аккаунт-абстракшном станет драйвером для масс-адопшена если говорить про масс-адопшен извне крипты то здесь не один аккаунт-абстракшн должен сыграть роль конечно это здорово то что сейчас много проектов и кошельков интегрируют но сейчас это происходит в одном на трех блокчейнах на на четырех блокчейнах это полигон в первую очередь арбитрум во вторую а также оптимизм и бейс все остальные блокчейны пока что подтягиваются даже эфириум на помогу за счет того что там очень дорогие транзакции он очень существенно встает по адопшену аккаунт-абстракшн внутри веб-3 из веб-2 людям конечно будет проще приходить в тот мир где есть вот такие вот смарт-кошельки через которые можно платить комиссии в любых токенах в том числе в долларах и это действительно упростит жизнь упростит вход но для этого нож должен быть еще один драйвер а именно смысл им приходить в крипту зачем-то кроме дохода переводы денег это лишь маленькая часть веб-3 на данный момент и в мире не таким многим не так много людей которым действительно постоянно нужны переводы в крипте но когда-то этот момент настанет я думаю внедрение аккаунт-абстракшн оно может сыграть важную роль в комбинации с тем что в скором времени в ближайшие годы будет активно внедряться cbdc цифровой валюты центральных банков и вот к тому моменту действительно может произойти симбиоз этих двух продуктов если их можно так назвать и какой-то масса допшин окей спасибо за ответ а вот есть проект накатуром такой вот он объединяет себе zero knowledge аккаунт-абстракшн и скрытые адреса он этот проект напомню собрал раунд инвестиций с участием виталика и в целом напоминает на самом деле крипто миксеры не грозит ли ему судьба торнадо кэш потому что все что касается анонимизации это большой риск и непонятно что за этой анонимности скрывается да я согласен насчет того что это очень большой риск и честно мне кажется что вполне может быть такое что он повторит судьбу торнадо кэш потому что крипта изначально казалось таким чем-то очень анонимно потому что на тот момент понять что такое блокчейн и читать эти транзакции в блокчейнах искать связки было очень сложно это был сложный ручной труд сейчас у нас уже есть много сервисов которые позволяют строить карты взаимодействия аккаунтов у нас есть не что-то анонимное а вероятно даже наоборот благодаря открытости и доступности данных каждому из нас она стала менее менее анонимной даже чем традиционные финансовые операции потому что все таки когда речь идет про банковские операции то нам нужно обратиться к посреднику банку чтобы получить данных а здесь мы можем получить их сами и и совсем недавно была новость что директор джейпи морган пожал пожаловался по моему при конгрессе сша что он крипту не любит не понимает зачем она нужна если вспомнить то еще лет семь восемь назад и правительство многих стран отзывается крипте о том как что-то только для черного рынка и сегодня они сами стараются уже разрабатывать себе десе и уже ничего такого не говорят что мы должны запретить крипту крипта это плохо это для каких-то черных делишек нет они сегодня видят то что крипта очень сильно меняется и крипта становится более прозрачной для них это что для них это перспективе может стать инструментом как раз таки чтобы лучше видеть который позволит легко видеть взаимодействие пользователей людей денег все-таки сложно сейчас найти человека которого не был бы спален кошелек совсем да все таки почти каждый кошелек будет вести к транзакции секса и я думаю если обратиться в секс они выдадут эти данные поэтому я считаю что анонимность это не тренд будущего и такие проекты не станут какими-то громкими анонимные монеты по типу монеро и easy кэш какие-либо какие-нибудь другие они возможно в будущем вообще выйдут на черный рынок будут долистнуты с ведущих бирж и станут инструментом для не знаю для адептов блокчейн анонимности ну на самом деле да мы уже видим вот недавно не помню только когда бинанс вроде бы тоже делись анонимные монеты и другие вроде биржи тоже последовали их примеру если я не ошибаюсь на самом деле вот вопросы чата возьмем немного вернемся назад к теме это дропов почему дропы краткосрочная перспектива и что значит для тебя долгосрочная перспектива когда я говорил про дропы то что я в них вижу только краткосрочную выгоду но мне хочется заниматься деятельностью которая приносит долгосрочную выгоду я имел ввиду следующее я участвую я придерживаюсь той точки зрения что вот эта парадигма в которой существует ретро дропа она не продержится очень долго как и парадигма в которой токен сейлы были успешными и приносили хорошие иксы скорее всего на текущем был был ранее токен сейлы не обновят тех максимумов которые мы видели раньше скорее всего не будет такого же этажа в первую очередь потому что станет меньше скам с каждым следующим был раном становится меньше скама либо этот скам становится намного более хитрым то же самое я ожидаю с ретро дропами то что сейчас это парадигма на пике у нас сейчас есть очень крупные очень большие проекты с большим запасом денег которые много билдят и у них там пользователи показывают много транзакций что если посмотреть на перспективу нескольких лет то эти проекты так или иначе должны в ближайшее время дать дроп пока что у нас нету каких-то проектов которые там будут громкими в 2025 году в 2026 году плюс у ретро дропов есть если задуматься с точки зрения персональной отчетности о финансах и с точки зрения финансов компании которая раздает дроп у них есть определенные недостатки то есть нет ведь смысла некоторым продукт проектам выдавать дроп и вот когда появился только бейс многие говорили что бейс должен дропнуть с моей точки зрения там нет никакой выгоды для coinbase делиться вот этим правом управления блокчейном то есть да они говорят что они хотят сделать его как бы публичным блокчейном и там и подобные какие-то провести операции но в этом нет для них никакой выгоды потому что они ведь заработали за первый месяц весьма хорошие деньги в дополнение к своей основной деятельности просто на том что этот бейс был сверх популярным то же самое касается других проектов они могут раздать токен но этот токен не всегда будет каким-то имеющим реальную ценность в мире но для компаний если они захотят идти дальше и раздавать токены которые будут иметь ценность для них это уже будет сложным оформлением ведь подумайте сами там бухгалтерский учет кто-то ведет и они делятся доходами с неизвестно кем с тысячами а то и миллионами анонимных кошельков они анонимны потому что пока что кошельки у нас не подписаны ничем кроме доменов и это не акционеры но это очень может быть похоже на структуру акционерам общества поэтому мне кажется что ретро дропы это парадигма которая существует именно сейчас в этот год ближайший год может быть чуть дольше но потом ведь все равно придется искать что то новое свою же очередь я говорю о том что уже сейчас можно начинать билдить что-то долгосрочное для себя что-то какими-то другими путями создавать свой капитал ведь если посмотреть на самых умных игроков рынка это скажем классные крутые фонды которые приходят из веб-два инвестиций такие как и 16 z и инвестируют во многие проекты они играют в долгу они не играют прям так очевидно чтобы запустить монету и сразу же свои пачки токенов разгрузить на какой-нибудь секс нет они стараются сделать так чтобы эта монета даже несмотря в зависимости несмотря на какой там курс этот продукт существовал развивался и приносил им в рамках анлоков постоянные какие-то дивиденды на их инвестицию то есть окупал и создать генерировал им кэшфлоу в течение там следующих пяти лет какие-то проекты 10 лет и существуют проекты у которых токены залочены на 50 лет и там токены каких-либо бэкеров которые планируют получать с этого дивиденды своего рода в течение очень очень долгого периода также я смотрю аналогичным путем на свои личные инвестиции на инвестиции своего времени то что вкладывать его в то что мне будет на долгосрочном периоде приносить пользу окей спасибо я думаю ты на просто сто процентов ответил давай вернемся обратно к масса допшину что что отдаляет крипту и в 3 от него это может быть какие-то взломы скамы каждую неделю там или легкие деньги что и что может наоборот его приблизить безусловно скам и взломы они отдаляют но это не самый главный отталкивающий элемент для крипты ведь в криптовте как-то искал противовес есть легкие деньги мы гул рано мы видим что много пользователей приходят в крипту для того чтобы заработать легкие деньги но нужно обратить внимание на то куда они идут не все из них далеко идут до фай идут только продвинутые кто готов развиваться крипте многие из них останавливаются на если судить по прошлому буграну они останавливаются на nfc и на game фай play to earn это что-то очень легко очень доступная если также повторять взять даже какой-нибудь новый тренд это все равно будет лишь небольшая группа людей тем которых тех которым вот это затрата времени на активность в веб-3 будет приносить пользу но если мы посмотрим шире то большинству людей все равно будет все равно все равно на то что происходит в крипте то есть это доходность для них не настолько существенная а вот какие-то уникальные операции которые они могли бы делать скриптой вот она действительно может принести очень большое количество пользователей к примеру трансграничные переводы очень горячая последнее время тема и почему крипта здесь до сих пор уступает банку потому что очень сложно легализовать эти деньги без лишних заморочек для того кому нужны белый день чистые деньги да я поездил по миру и понял что в большинстве стран на данный момент никто даже не задумывается о том что такое крипта и о том что с ее помощью можно творить и это действительно сейчас идут очень большие издержки на то чтобы эти деньги легализовать но если говорить только транзакционных на миллиард раз эффективнее банковских и первую очередь за счет времени во вторую за счет комиссий в 3 нужны действительно и какие-то прорывные идеи которые будут популярны среди общей массы юзеров которые сейчас пользуются банковскими приложениями и впоследствии они смогут воспользоваться чем-то в крипте что облегчит их жизнь спасибо за ответ и тут у меня возник вопрос по поводу в целом булрана есть мнение такое да что предстоящий булран будет таким вот пиковым последним с такой высокой волатильностью и с доходностью в кучу иксов в том числе из-за вливания огромного количества ликвидности вот таких крупных игроков больших как black rock там ванек вангвард что думаешь по этому поводу поддерживали это мнение ну честно говоря история показывает что так и есть каждый следующий булран все менее и менее доходный и рынки как бы набирая объем немножко замедляют рост традиционно финансовые рынки за исключением некоторых моментов когда происходит совершенно абсурдное изменение как это было там 2020 году так вот в крипте этот булран не будет последним но он будет скорее последним в котором можно заработать деньги и которым не будет лишних проблем с тем как эти деньги легализовать тем что потом с этими деньгами сделать если мне не изменяет память существуют такие кейсы когда страна входит в страна вводит повышенную ставку налога на доходы полученные от крипты я не знаю что стоит за такими решениями и возможно со ними стоит мнение группы людей что крипта это что-то серое или это вообще черный рынок но насколько я помню такие кейсы есть так вот мне кажется ближайший год все еще будет возможность заработанные деньги использовать легко и не запариваться с тем чтобы сформировать тысячу каких-то специализированных отчетов а просто по стандартной декларации провести и отбелить свои капитал гейнс а вот если говорить вливание ликвидности стороны крупных фондов ты упомянул именно тех которые являются будут и те провайдерами то здесь спорный момент ведь стоит учитывать blackrock он уже владеет долей в четырех крупных американских майнинговых фирмах они инвестировали туда на момент совокупности 305 миллион я уверен сейчас эти доли в майнинговых фирмах оцениваются существенно больше то есть битки они в основном будут получать естественным путем или как бы купят у своих аффилированных компаний по специальному курсу по оцси рынку я не думаю что именно эти большие игроки принесут большую ликвидность на рынок в следующий раз я думаю что те кто последует за ними принесут эту ликвидность то есть биткоин как инструмент станет доступнее и пользователи которые самые консервативные они попробуют наверняка инвестировать биткойн через и те битки что и теф они не то чтобы очень ликвидные ведь и теф не будет торговать он будет как бы наоборот наоборот будет копить 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 биткойны если ему надо будет продать если у них уменьшится количество с сандер менеджмент то они продадут но это не будет какой-то трейдинг это не хедж фонд у которого запасы активов очень ликвидны но следом за вот этими консервативными пользователями придут умеренные консерванты которые наверняка сами захотят прикоснуться к крипте и если у них будет достаточное количество денег вероятно что в следующем году количество денег в обороте во многих странах будет увеличиваться во первых за счет снижения ставок и во вторых за счет того что но если посмотреть на макроэкономическую картину в сша то там вероятно снова начнут начнут начнется вот это вот quantitative qe я забыл как расшифровывается на английском но в общем снова начнется откроется печатный станок я думаю не в таком объеме как 2020 году но деньги снова начнут быть более дешевыми в сша соответственно они пойдут крипту скорее всего так и будет поэтому доходность скорее всего мы увидим спасибо за ответ еще один вопрос из чата касательно идей на булране и на 24 год назови на твой взгляд пару прорывных криптовых идей на 24 год как ресерчера вот не к сожалению сложного так сходу ответить на данный вопрос потому что мы сейчас говорили немножко других темах и я совершенно переключился если говорить о проектах как так я пришел из финансов меня очень все время интересовал фундаментальные анализы я все время думаю о том как его применить скрипте и вот на данный момент просто могу сказать что среди групп лету блокчейна это такая устоявшиеся уже группы там не то чтобы два лидера но несколько других проектов появляется и видно какое-то их взаимодействие взаимодействие денег и так далее мне вот кажется что там есть оптимизм который прям такой недооцененный лидер но я хочу отметить здесь не то чтобы оптимизм лидера просто недооцененный проект я хочу здесь отметить то что к сожалению в крипте этот фундаментальный анализ пока что не работает я весь прошлый медвежий рынок следил за показателями фундаментального анализа ну здесь я их приведу это цена деленная на revenue это цена деленная на ревенью протокола цена деленная на комиссии которые протокол зарабатывают цена деленная на твл под ценой я подразумеваю маркет капу там можно считать по разводненной и рыночной капитализации или по обычной капитализации но в любом случае это показатель рыночной оценки проекта и его производительности. Так вот, очень долгое время в таком списке инновационных проектов очевидно выделялся Marketplace LuxRare. Он был дешевле, чем X2Y2, это другой один из крупных Marketplace на эфире. Он был существенно дешевле того же Blur, но это ему никак не помогло, потому что вокруг него не существовало какого-то нарратива. Объемы торгов там снижались, снижались, а количество комиссий тоже в Marketplace не росло, и даже когда он был действительно недооценен, он все равно не смог приобрести какой-то популярности, какого-то вот этого толчка нарративного от сообщества. Поэтому, к сожалению, в крипте фундаментальный анализ пока что работает плоховато. Окей. Извини, что так резко переключился на вопросы из чата. Ничего страшного. Да, можно вернуться к BlackRock, обсудить биткоин. И вот касательно BlackRock, как считаешь, какое будущее, кроме роста битка, такой Threadfire-гигант пророчит в сфере Web3, просто рынок реагировал на все новости касательно принятия биткоина ETF и на переносы с ЭКом рассмотрения заявок и на отказы от рассмотрения заявок и на судебный процесс с Grayscale. Будет ли такая реакция после принятия или основные рыночные скачки уже вшиты в цену монеты? Я думаю, что скачки будут. Я не могу спрогнозировать точно, какие они. Я не думаю, что только на одной новости о принятии ETF мы там за ближайшую неделю, скажем, после принятия обновим прошлый АТХ 69 тысяч с чем-то. Но я думаю, что, да, скачок будет, потому что рынок долгое время был безидейным. И вот такие вот новости, касающиеся биткоин ETF и касающиеся от всех отмен, они давали какую-то надежду на позитив, надежду на восстановление. А тут еще так совпало, что и халвинг состоится в следующем году и в целом все вот эти задержания, задержания апрува первого ETF, на мой взгляд, они положительные. Ведь если зайти на сайт любого ETF-провайдера, того же iShares от BlackRock и открыть карточку какого-нибудь любого ETF, одна из ключевых информаций, которая там будет указана, это перформанс за период. Обычно они пишут перформанс один год, три года или пять лет, несмотря на то, что ему удобно. И вот представьте, насколько классно будет выделяться биткоин ETF от iShares, когда у него годовая доходность будет показана, например, там под 150% на момент запуска, да, потому что они ориентируются на бенчмарк, не на то, как сам ETF перформит, а на бенчмарк. А их бенчмарк будет просто биткоин в сравнении с ETF на S&P 500, который, ну вот сейчас, насколько я помню, там порядка же 16-17% с начала 2023 года принес. Если я прав. Да, так что, мне кажется, позитивная реакция будет, но не стоит, я думаю, ожидать такого глобально большого закупа активов этими провайдерами. Мне кажется, они уже потихоньку все аккумулировали или аккумулируют за счет OTC сделок, за счет сделок каких-нибудь других, возможно, они будут, ну кто знает, гипотетически, возможно, они будут замороженные биткоины у правительства покупать, которые они отобрали у взломщиков Silk Road. Посмотрим. А касательно, касательно преддикшенов и каких-то мыслей по поводу 2024 года, вот вроде Ванек недавно делали такую большую статью, аналитику, и они выкатили свой преддикшен на этот год, будущий. Там указано, что помимо того, что в следующем году примут биткоин ETF, очевидно, биткоин обновит all-time high, да, свои АТХ, предположительно, в четвертом квартале, по их мнению, халвинг приведет к минимальной просадке рынка с дальнейшим восстановлением, а мы, как, наверное, эфириум-максималисты про биткоин говорим мало, возможно, это и плохо. Ты в целом, вот мы сейчас говорим про биткоин, следишь за экосистемой, какие у тебя преддикшены по битку, какое поведение биткоина, точнее, как поведение биткоина аффектит остальной рынок сейчас, и что думаешь, что будет после халвинга? Честно скажу, я сам не отношу себя к рядам биткоин-максималистов, и для меня биткоин – это не самая интересная монета, но это основа крипты. Я не могу сказать, что Ванек как-то категорически неправы в своем прогнозе, вполне возможно, так оно и будет, потому что это очевидный прогноз, который лежит на поверхности. Единственное, что я могу еще добавить, что помимо просто факторов, которые пушат цену биткоина в форме ETF и халвинга, там есть другие факторы, макроэкономические факторы. Вот количество смягчения, о котором я говорил, отвечая на пару вопросов назад, которое может произойти снова в следующем году, там же на фоне еще и выборы будут происходить в скором времени в США, оно действительно может сыграть большую роль. И рост количества свободных денег в экономике, деньги не лежат под подушкой, они двигаются постоянно. И если биткоин будет самым громким событием следующего года, конечно, деньги потекут в биткоин. К слову, можно сделать хорошую, провести аналогию аналитическую, посмотреть, сколько сейчас количества запросов по биткоину идет в США. Растет ли оно, да, или оно стоит, как и стояло весь, всю медвежку. Так, если двинуться еще чуть-чуть дальше, то для биткоина... Биткоин — это как бы индекс, можно сказать, всего рынка, и следом за ним, конечно же, пойдет рост остальных альткоинов. Но на данный момент, к сожалению, пока существенной ликвидности в крипту не добавилось. То есть большая часть вот этого текущего роста до 45 тысяч, даже, можно сказать, с 1-15 с чем-то тысяч, она происходит за счет того, что просто умные игроки, киты, они держали деньги, закупили вовремя и до нужного состояния пушат цену. То есть идет торговля на в основном деньги, которые оставались в крипте. Вот когда новые деньги начнут в крипту вливаться, тогда мы можем ждать следующих активностей. Тут неоспоримо то, что вслед за битком пойдут и другие монеты вверх. Но здесь будет такое своеобразное переливание капитала. И в первой половине года, я думаю, биткоин будет самой сильной монеты относительно даже его объема. И лишь потом мы сможем увидеть какие-то существенные показатели со стороны эфиры и других альткоинов. Был ли там еще какой-то вопрос? Напомни, пожалуйста. Вроде бы нет. Ты на мой вопрос ответил 100%. Спасибо. Вот. Наверное, вернемся к Layer 2 сетям. Ты отвечал, я помню, сейчас вот на один из вопросов и коснулся этой темы. После внедрения EIP 4844, вроде бы он так называется, захватят ли Layer 2 протоколы большую часть EVM совместимого TVL и объема торгов. То есть тот же самый там Arbitrum, Optimism, о котором ты говорил. Да. На это сложно ответить. Объемы торгов ты имеешь в виду торгов монет или объемы торгов ончейн? Просто количество транзакций. Я понял. Он чейн показатель, да, я понял. Здесь сложно сказать, потому что пока что у нас лишь четыре Layer 2 проекта работают действительно хорошо и показывают хорошую конкурентность. Остальные Layer 2 проекты пока что еще запаздывают. И вот я, наблюдая за рынком, заметил такую тенденцию, что постоянно происходит переток капитала из одного блокчейна в другой. К примеру, когда вышел Base, начал происходить резкий отток из закосинка и Linea, хотя Linea намного в меньшей степени, чем из ZK Sync, но происходил сильный отток от ZK Sync, StarkNet и TVL перетекал в Base. Base свое отыграл, и сейчас это уже не сильно интересный блокчейн, хотя он и хорошо работающий. И с запуском Blast'а произошел очень сильный отток капитала в сторону Blast'а. Linea тоже испытала в какой-то момент вот этот вот рост TVL за счет того, что с других проектов происходил переток. Но, как я и сказал, в данный момент все изменения TVL – это в основном переток средств из одного в другой. Менее актуального в более актуальный. Тот, который гарантирует более высокую доходность пользователю, тот и имеет рост TVL. ZK Sync как один из самых крупных layer-2 блокчейнов и имел какое-то время очень высокий TVL. Base как самый перспективный и хорошо работающий. Я думаю, те, кто пользовался Base, согласятся с тем, что он действительно хорошо себя показывал. Base имел хорошие показатели. Сейчас Blast показал что-то очень новенькое, что-то интересное, и за счет этого скушал львиную долю TVL со многих блокчейнов. Там уже, наверное, около миллиарда. А что касается конкуренции с EVM-совместимыми, здесь вопрос в том, относим ли мы Polygon к layer-2 или к остальным блокчейнам, потому что по факту он тоже как бы является своего рода layer-2, сайдчейном таким. Составить конкуренцию будет сложно, потому что Arbitrum сейчас это одна из основных платформ для ончейн-трейдинга. И там сосредоточены самые такие эффективные деривативные биржи. Оптимизм тоже это хорошая платформа для всего, тоже он довольно популярен. Остальные layer-2 блокчейны сейчас популярны по количеству транзакций, как я и говорил про ZK-Sync, лишь за счет, скорее всего, я подозреваю, что лишь за счет перспективного дропа. А вот активность в том же BNB-чейн, она другая. Никто там не рассчитывает на дропы, там реально юзеры пытаются что-то делать, да, там есть боты, там есть какие-то скам-проекты, которые крутят себе транзакции за счет того, что они дешевые. Но там довольно-таки, я думаю, реально TVL, и там есть проекты, которые работают по-настоящему. Полигон тоже. Полигон – это не просто вот блокчейн с хорошей ценой транзакции и хорошим TVL. Это еще и блокчейн, где NFT развиты. То есть это в данный момент у нас есть биткоин с Ordinals, и он у нас номер 2 после эфира, но если его учитывать, то полигон, он конкурирует с Solana за третье место. То есть я считаю, что конкуренция в EVM-совместимых блокчейнах между Layer 2 и Layer 1, она сохранится. Но здесь также останутся те же самые лидеры, что сейчас, потому что я не могу припомнить действительно хорошего EVM-совместимого Layer 1 блокчейна, который сейчас находится на хайпе, на волне популярности и показывает какие-то, составляет действительно конкуренцию тому же Arbitrum и оптимизму, или даже Base. А вот в Layer 2 конкуренция растет, и я думаю, мы увидим еще больше рост в следующем году вместе с запусками новых блокчейнов, тем более, что там обещают подвести интересные проекты. Интересно будет посмотреть, что TheBank выпустит и многие другие. Окей, спасибо за ответ. А какие из новых Layer 2 чейнов, по твоему мнению, станут топами на рынке? В данной парадигме это однозначно бласт, если он окажется, оправдает свои надежды, потому что пассивная доходность в размере порядка 4-5%, это, конечно, классно. Плюс вот этот геймифицированный airdrop, это тоже. В общем, команда Blur и парадигма, они знают, что делать сейчас. Так что, да, я думаю, он, если запустится, и у него все будет хорошо по показателям, будет действительно одним из самых классных и даже, может быть, займет место Arbitrum, кто знает. Там еще состоится запуск очень многих Layer 2 блокчейнов, но сложно выделить пока что каких-то лидеров, как я и сказал. Те, кто запустился раньше, пока что лидируют. Среди новых, других блокчейнов, они пока что немножко отстают. Та же самая LNA, я много с этой экосистемой взаимодействовал, и мне, честно говоря, пользовательский опыт не очень понравился, потому что все-таки транзакции достаточно дорогие в сравнении с Arbitrum или Base или Optimism. И я не говорю про BNB-чейн или Polygon, там тоже все очень дешево. Да, так что те тела R2 блокчейна, которые запустятся и четко покажут, зачем они нужны и какую роль они сыграют, они и получат хорошую порцию юзеров, хорошую порцию TVL, возможно, какие-то грамотные перспективные приложения. Окей, а что думать по поводу Solana? Можем вернуться к этой теме снова. Вот мы говорили про топы и про там Bitcoin, Ordinal, про NFT-шку, про Polygon. Займет ли Solana топ-3 по рыночной капитализации? Какое будущее вообще ждет этот блокчейн и что на данный момент там происходит? Потому что последние дропы всколыхнули довольно-таки сообщество, и внимание ретодропхантеров устремилось на экосистему Solana прям стимительную. Ну, вроде бы Solana уже вошла в топ-3 по рыночной капитализации, если убрать оттуда Bitcoin и XRP, потому что они не того формата блокчейна, если сравнивать между блокчейнами со смарт-контрактами Solana. Третья сейчас. Я думаю, у них хорошая перспектива, потому что среди не EVM layer-1 блокчейнов они как были лидерами, так и остаются. Вдобавок, у них хорошие показатели по сети, и Solana уже очень долгое время не падала. Была такая проблема, я думаю, многие вспомнят, что когда нагрузка была высокой, Solana любила упасть. Я не знаю, либо это из-за того, что сейчас нагрузка долгое время была невысокой, и просто подобных инцидентов не повторялось, либо разработчики действительно смогли что-то сделать. К слову, это тоже мог быть одним из bullish-факторов по Solana. Так вот, на «Медвежке» мы видели запуск нескольких проектов. Самый громкий из них – это Aptos, Sui и Say. Ну, это, по моему мнению, самые громкие, возможно, вы еще какие-то вспомните. Но ни один из них не приблизился к Solana по популярности среди юзеров. Например, Aptos, он там держится, монета держится в топ-40 среди всех. Я думаю, среди смарт-контракт-блокчейнов она, наверное, около 15-го места в рейтинге. И, честно говоря, Aptos провел хороший airdrop, и потом второй вроде airdrop был, но я не уверен, что там особо высокая активность сохраняется, и там точно нет такой же популярности NFT и доверия к сети, как к Solana. Ну, популярность среди пользователей Sui, которые стараются, которые вроде делают продукт, делают всякие активности, чтобы поддерживать сеть загруженной. Но они ближе к замыканию первой сотни, насколько я помню. И тоже у них, кроме вот этой активности, пока что непонятно, что с экосистемой, потому что какой-то развитой экосистемы и перспективной, но их нет. И даже речь не идет про какие-то дропы экосистемы проектов, потому что это сейчас один из самых актуальных способов привлечения юзеров. И эсэй, которые очень неудачно вышли на рынок, и они чуть ли не опустились до второй сотни среди всех монет по рыночной капитализации. Но сейчас они ближе к первой, возвращаются, там 120-е, 130-е место, может быть. Все равно это не очень удачный экспириенс для них был, как для такого дающего надежды блокчейна, тем более они F-специфик блокчейн, и так можно их назвать, специально для трейдинга, очень хорошие показатели по перформансу должны были быть. Но вот ничего не получилось. Я не думаю, что сейчас кто-то серьезно трейдит на эсэй, просто ради того, чтобы иметь вот эту самую низкую задержку, самую низкую пинку, быстрые транзакции, дешевые и так далее. Я думаю, что те, кто действительно занимается трейдингом, они скорее идут на арбитру. Так вот, подытоживая, у Solana сейчас хорошее положение. Среди не EVM блокчейнов у них конкуренты намного слабее, и я думаю, они вполне могут сейчас закрепить свое место в топ-10. Окей, спасибо за ответ. Вот мы говорим все про Layer 1, Layer 2, сети. А что касается DeFi? Вот DeFi протоколы сейчас вроде как там намечается такой тренд на поддержку QIC. Вот такие протоколы, как думаешь, превзойдут конкурентов без верификации, привлекая институционалов, подрастет ли интерес к Uniswap с их внедрением QIC-хуков? Потому что, как я помню, когда они только выкатили данное обновление, крипто-твиттер просто взорвался, там очень негативно приняли данную идею. Ну, конечно, были те, кто был за, но в основном все были против. В крипте, конечно, сохраняется с самого, наверное, начала, с самого возрождения. Вот такая концепция, что крипта должна быть анонимная, она должна быть для свободного мира и так далее. Но, к сожалению, на мой взгляд, это не то будущее, которое мы увидим. И да, само собой, внедрение QIC-хуков на Uniswap – это негативный фактор. Я не думаю, что интерес прям подрастет. Не думаю, что есть пользователи, которым важно, чтобы все было так прозрачно и так далее. Они есть, но это очень макий процент. Как и, я думаю, даже меньше, чем те пользователи, которым важно, чтобы это было максимально анонимно, максимально свободно. Так вот, большинство пользователей, я думаю, даже не заметит этого и продолжит пользоваться Uniswap. Но в долгосрочной перспективе, конечно, для DeFi это будет важным аспектом. Я уже который раз упоминаю про внедрение CBDC. Просто, по моему мнению, это очень интересный топик для обсуждения тоже. И то, что CBDC ведь тоже понадобится где-то оперировать. Это же не будут просто, скорее всего, деньги, которые мы можем отправлять в одну и другую сторону. Мне кажется, что CBDC может выйти на публичные блокчейны, в том числе на Ethereum. И как-то применяться, ну, гипотетически, возможно, будет применяться именно даже в DeFi. И это будет очень интересное взаимодействие, очень интересная комбинация. Конечно, она противоречит каким-то там первоначальным принципам крипты. Но да, это расширяет возможности использования DeFi. Поэтому рано или поздно, скорее всего, QI-C в DeFi будет очень актуальным. Но я не думаю, что это перспектива ближайшего года. Я думаю, что это более позднее. Нужно сначала разобраться большинству людей с тем, что такое CBDC. Ну да, согласен. В целом, пока по CBDC на самом деле непонятно, что там будет происходить. Довольно много стран сейчас изъявляют желание на разработку. Там та же США, тот же Китай. Сейчас он уже, кстати, вроде там есть давно, цифровой Юань. Там Тайвань вроде бы. И азиатские страны довольно прям бодро хотят внедрять такие технологии у себя. Окей, давай, наверное, заключающий, заключительный вопрос на сегодня возьмем из чата. Вот Aztek, Scroll, Aleo. Они в целом вообще вне меты текущей сейчас? Что думаешь? Ну, Aztek – это же приватный, по большей части, блокчейн, насколько я правильно помню. И там особо нечего делать обычному пользователю, кроме как пытаться что-то разработать. В плане разработки я не буду давать комментарий, потому что это не моя сфера. Scroll, если мы говорим об одном и том же, который на ZK Proof построен, то я бы не сказал, что он вне мета. Я бы сказал, что просто среди текущих лейер-тук блокчейнов он не второсортный, но он не самый классный. По крайней мере, он лучше, чем Polygon, ZK и VM. И я сам им не пользовался, но у них есть эко-система, они развиваются, они имеют деньги на развитие эко-системы. Так что я думаю, они покажут еще хороший продукт в перспективе. Тем более, что там ZK Roll-Up, они ведь более эффективны, но им нужна более высокая загрузка, чтобы быть более эффективными. На данный момент ZK Roll-Up показывают более высокую стоимость транзакций. Это большой для них недостаток. Просто в крипте нет столько пользователей с горящими глазами, кто готов раскачивать это все и ежедневно совершать какие-то транзакции. А что касается Aleo, я не ресерчил этот проект. Мне бы так сходу сказать сложно про него что-либо. Так что я здесь придержусь от комментариев. Спасибо тебе за ответ, что поделился такими ценными мыслями. Это суперкруто. На вопросы из чата, которые мы не успели задать, я попрошу тебя потом, как будет удобно, ответить. Уже в формате чата. Возможно, будет полезно, если ты поделишься какими-нибудь интересными ресурсами с слушателями. Это могут быть какие-то книги по тому же форкастингу или YouTube-каналы, которые ты сам смотришь, или Twitter, или какие-нибудь статьи. В общем, что угодно. Я думаю, будет суперкруто людям узнать и почитать. Можем потихоньку заканчивать. И, наверное, по традиции мы задаем спикерам вопросы. Точнее, просим задать вопрос. Ой, извините, заговорился. Просим спикеров дать напутствие нашим слушателям. Какое напутствие нашим слушателям ты дашь? Да, я перейду к напутствие. Сначала я хочу сказать кое-что. Такую своего рода рекламку, но я думаю, она в тему будет многим слушателям. У нас на CryptoRank есть раздел с вакансиями. В самом низу сайта там расположена ссылка. И у нас часто открываются новые вакансии. Там вакансии не только для аналитиков, но и для девелоперов. И я думаю, многие могут что-нибудь найти интересное для себя. Так что, если вам интересно, загляните и изучайте этот раздел. Теперь перейдем к напутствию. И я вот скажу следующее. Берегите голову и тщательно фильтруйте информацию, которую вы получаете. Не застаряйте ее. Не пытайтесь переварить слишком много информации. Не лезьте без компьютера в большие данные, большие статьи, большие книги. Это все нужно, чтобы это было эффективно и не засорило голову. Подходите очень ответственно. И в Твиттере, в Телеграме наверняка у многих у вас, кто интересуется, сотни каналов, сотни подписок, может быть даже тысячи. Я порекомендовал вам курировать какие-то списки. Например, в Твиттере очень удобно можно создать список инфлюенсеров, блогеров, которые вам интересны, и чтобы вы могли самые свежие поставить от них, получать листать именно эти списки и не обращать внимания на огромное количество этого инфомусора, который там существует. То же самое, я думаю, можно придумать в Телеграме и, так сказать, обезопасить себя от лишней информации. Хорошие советы, особенно сейчас на Булране, когда из всех каналов очень много потока информации идет. Спасибо большое. Спасибо большое слушателям, которые остались с нами и слушали, и задавали вопросы. Ну, мы можем заканчивать. Всем спасибо и пока. Да, спасибо большое тебе, Адьян. Спасибо команде GuideDAO за то, что пригласили. Спасибо слушателям. Постараюсь ответить на вопросы в комментариях и, возможно, что-нибудь еще полезное закину. Всем пока. Супер, супер. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok